То, чего вы так долго ждали, предсказание на июнь, вернее, на остаток месяца. Все, как всегда, передо мной лежит пять артефактов, вы выбираете один, и потом я объясняю, что это значит, в какие энергии вы попали, к чему вас интуитивно потянуло, и на что вам следует обратить внимание в эти оставшиеся июньские дни. Давайте пробежимся по артефактам, которые передо мною на столе лежат. Первое — это песочные часы. Красивые невозможно, но, походу, не очень рабочие. Но, тем не менее, песочные часы. Второе — это маска венецианская. Мне кажется, мне идет. Старинная книга. Намеренно вам не покажу, какая. Ворон с настоящими перьями вороньями. И артефакт, который вы все наверняка выберете, Владимир Ильич, вот в таком вот странном исполнении в виде уточки. Не знаю, насколько это этично или нет, еще и с подбородком отбитым. Но, по-моему, довольно милый предмет. Итак, просто не задумываясь об эстетической притягательности предметов, к чему вот потянулась душа, то и выбирайте. А я вам пока буду объяснять, надеюсь, все уже выбрали, что это означает. Итак, если вы выбрали эти странные песочные часы, что это может значить? Я не могу сказать, хорошее это или плохое предсказание, но некое важное время в вашей жизни сейчас уходит. Проведите инспекцию в вашей жизни с точки зрения реализованных планов. Вот сейчас прямо вы упускаете какую-то возможность, и пока еще можете ухватить ее за хвостик. Ускользающий, драконий, скользкий. Но тем не менее, подумайте, что это может быть. Последний вагон сейчас проедет перед вами. Вот вы можете в него запрыгнуть. Если он уйдет, то никогда это уже не реализуется, и вы глобально упустите какой-то важный шанс. Это предупреждение. Если вы выбрали замечательную маску, это значит, что на остаток месяца вам нужно примерить на себя некую новую стратегию поведения. Вот какой вопрос для вас сейчас является важным? Это может быть рабочий вопрос или семейный вопрос, решение какой-то личной проблемы. Попробуйте по Станиславскому допрожить эту проблему в роли другого человека. Представить, что вы кто-то другой, может быть, более мудрый, сильный, чем вы. Как будто бы перепрыгнуть во себя другого. У нашей души есть две части глобальные. Одна часть старая, мудрая, перерождающаяся, будхи. Другая часть манос, это такая больше хомячковая, человеческая. Может быть, наличие этой маски появления в вашей жизни говорит о том, что вам нужно переброситься в свое будхи. А может быть, просто чисто социально скопировать кого-то более успешного для остаточной стратегии на месяц, чтобы добиться успеха. Кто выбрал книгу? Она старая, пыльная. Это Льюис Кэрролл. Полное собрание сочинений. Конечно, самое известное произведение «Алиса в стране чудес». И если вы выбрали эту книгу, это значит, что вы сейчас, ну, как сказали бы квантовые физики, тунелирующая Алиса. То есть это может указывать на важный магический момент в вашей жизни. Такое вот шаманское переключение реальности сейчас происходит. Это какой-то посвятительный аспект, который сейчас перед вами появляется. Он может необязательно быть очень заметным. Не пропустите свою силу, не пропустите свое посвящение. Посвящение часто бывает связано с переживанием проблем, неприятных ситуаций каких-то, и очень часто проходит через проблему и травму, через боль. Но в итоге посвятившийся всегда становится сильнее, чем он был до. И если вы выбрали этот артефакт, то посвящение, переход на иную ступень вам сейчас очень нужно. Поэтому учтите, примите к сведению. Если вы выбрали прекрасную, хоть и немножечко лысоватую птичку, это значит, что возле вас сейчас есть учитель. К слову, учитель, его обычно еще пафосно пишут с буквы заглавной У, и как будто бы это синоним гуру. Но на самом деле гуру может быть стать любой человек, который находится рядом с вами. Если вы возьмете у него некий важный для вашей личности и судьбы урок, вот обратите внимание, такой человек сейчас есть рядом с вами. Ищите вокруг учителя. Есть рядом персонаж, который может дать вам какой-то важный урок. Кстати, возможно, это я. Не исключено, по крайней мере. Ну и когда был он маленьким с кудрявой головой, а теперь превратился в такое. За такие скульптуры еще недавно сажали, видимо. Теперь мы их разбираем на ютубчике. Ну вот если вы выбрали этот артефакт, хоть он и очень забавен на вид, это означает крах вашей какой-то системы. То, чем вы сейчас занимаетесь, скорее всего, у вас ошибочные представления об этом. Вам придется изменить политику своего поведения, либо реальность делает это за вас. Это крах привычной реальности. Ну, как бы символически нетрудно догадаться. Так что делитесь в комментариях, что вы выбрали. Делитесь в комментариях, насколько это соответствует реальности вашей жизни. Я сейчас чихну от книжной пыли. Не вырезайте. И на этом торжествующем чихе мы заканчиваем этот ролик. Ждите следующее предсказание на июль. Оно обязательно тоже будет. Спасибо. 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 Спасибо.